Пучок Владимир Александрович Директор музея Ульянова Елизарова Руководитель канала Рабочая ТВ И приготовиться, я думаю, что уже будет перерыв, скорее всего Да, после перерыва кому-то? Да, после перерыва приготовиться Мы начинаем следующий раздел Политическое учение марксизма Приготовиться к Гавшину Борису Николаевичу Уважаемые товарищи, с моей темой Оценки степени эксплуатации труда методом Маркса Сейчас уже после докладов товарищей Совсем будет легко выступить Достаточно будет проиллюстрировать цифрами Все, что сказано о капиталистическом способе производства Его эксплуататорской сущности Ну, начну так, что Если оценивать степень эксплуатации То, во-первых, надо говорить о том, что эксплуатация есть А ведь мы знаем, вот сейчас у нас современная экономика Это капиталистическая Все предприятия работают с целью извлечения прибыли Но, тем не менее, сторонники капитализма Как и во времена Маркса, так и сейчас Ведь говорят, что при капитализме Так как раз таки создаются равные условия для всех участников Если у тебя есть капитал Будешь получать процент Если ты способный предприниматель Будешь получать предпринимательский доход Если ты этим не хочешь заниматься, работаешь Будешь получать зарплату Если у тебя в собственности земля Будешь ренту получать Все зависит от способностей, талантов, людей Все дороги открыты Ну, вот и тем не менее Если посмотреть на факты Как вот эта открытость реализуется у нас в экономике То вот увидим У нас по статистике На данный момент 72 миллиона трудоспособного населения В России Заявили нам тут, что В первом полугодии 2018 года Беспрецедентно выросла средняя заработная плата в стране То есть она составила 42 550 рублей Ну, по-моему, неплохая, да? Судя, вот я так просто общаюсь, например, с рабочими Там, чтобы на 40 тысяч устроиться в Санкт-Петербурге Это еще поддерживать надо А у нас вот средняя По данным Госкомстата 42 550, так? При этом За 17-й год Вот у нас Выросла такая прослойка людей Которые называются Долларовые миллиардеры То есть у тех Те люди, у которых в собственности Больше миллиарда долларов находится, да? Их стало 106 Теперь И совокупное их состояние Составляет 485 485 миллиардов долларов Оценивается, да? На данный момент Это Эти оценки Они буквально ежедневно там Индексируются Рейтинги составляются Ну, 485 миллиардов долларов Это серьезная цифра, да? Если посмотреть По средней заработной плате То это Чтобы вот Такие деньги заработать За год Это надо 53 миллиона человек Должны работать Со средней заработной платой Тогда они вот Получат такой доход Либо вот Можно сравнить С бюджетом Российской Федерации С доходной частью Да? Она составляла В 2017 году 254 миллиарда долларов А у этих товарищей 485 миллиардов долларов То есть Серьезное хозяйство У них, да? Починение Ну, как-то вот Как это объяснить? Вот с точки зрения Сторонников капитализма Ну, это вот Успешные люди, да? Вот они добились этого Успешные предприниматели Талантливые А Значит Что Говорит на этом Маркс? А Маркс говорит Что В основе Капиталистического накопления Лежит Присвоение Неоплаченного труда Вот В этом Есть эксплуатация Вот это вот Присвоение Неоплаченного труда Оно В капитализме Не на поверхности Вот Если мы возьмем Феодальное общество Как Был у нас закон Крепостной крестьянин Три дня работает На барском поле Три дня работает На своем поле И в церковь пошел В воскресенье Понятно, да? Половина на половину А При капитализме Что? А при капитализме Договора Вроде все Все оплачивают Ты договорился Тебе платят зарплату Ты работаешь Зарплату получаешь Ну, здесь нормально Все дела Вроде бы и нет Никакой эксплуатации Да? Вот здесь Как раз таки Нужна Теория Максера Изложенная В первом томе капитала Какие там Основные положения Это, во-первых То, что Товары Продаются По стоимости Все произведенные Произведенные товары Продаются по стоимости Что это значит? Это значит, что Стоимость есть у товаров Еще До того, как их продали То есть На них потратили Рабочее время Вот это вот Общественно необходимое Рабочее время Это и есть То, чем измеряется Стоимость И, соответственно Когда товаром Становится Так же и рабочая сила То Предприниматель Капиталист Действует Именно Таким образом Он покупает Сначала одни товары Средства производства Рабочую силу А продает уже Другие товары И Где же тут его выгода Где прибыль Прибыль заключается в том Что Продаются товары Со своей стоимостью Которая является Выражением Общественно необходимой Степени затраты труда А А купил-то он Те материалы Которые он купил Они-то перешли В стоимость новых товаров А вот Товар рабочая сила Оказался таким Уникальным товаром Потребление которого Порождает новую стоимость То есть Заплатил-то он Рабочему по его стоимости По стоимости рабочей силы Как Иван Михайлович Рассказал в предыдущем докладе Купил-то он эту рабочую силу А применяет-то он И присваивает Другую уже стоимость Вновь произведенную стоимость И вот Эксплуатация заключается в том Что вот Разница между Вновь произведенной стоимостью И стоимостью Уплаченной Работнику Присваивается капиталистам Даром Есть присвоение Прибавочного труда Ну а раз так Эту степень эксплуатации Можно выразить в цифрах Для этого Карл Маркс Вводит Понятие Нормы прибавочной стоимости Для этого нужно взять Ту новую стоимость Которая была Произведена А как ее взять Это надо взять Стоимость всех товаров Которые произвело предприятие Вычесть Затраты на Те затраты Которые перенеслись Полностью на эту стоимость Это то есть Это постоянный капитал В терминах Маркс То есть это Оборудование материала Амортизацию И мы Остается у нас Значит вновь созданная стоимость И далее Эта вновь созданная стоимость Делится на две половины Не половины На две части Одна значит Это то что Потрачено на рабочую силу Это переменный капитал И другая Это прибавочная стоимость Вот если мы возьмем Вот эту вот уже Вторую часть Прибавочную стоимость Поделим на ту Часть которая Отошла рабочим В виде переменного капитала Вот это и будет норма Прибавочной стоимости То есть она покажет А работник Вот он Сколько отработал на себя Сколько на работодателя В этой В этой новой стоимости Так вот Вот Зная эту теорию Мы должны Если мы хотим оценить Степень эксплуатации труда В России Мы должны Вот что сделать Во-первых Обратить внимание На производство Потому что Прибавочный труд Он извлекается В производстве То есть Промышленным капиталом А остальные виды капитала Торговый капитал Процентный капитал Они уже просто Участвуют В перераспределении Этой прибавочной стоимости Ну и Например Возьмем Вот этот список Наших Самых способных Предпринимателей Успешных Который Вот Мировой список Ежедневно Обновляется Вот там Сейчас у нас Несколько товарищей Господ Вот там 47 место 48 Вот например Господин Лисин Да Новолипецкий Металлургический комбинат Промышленное предприятие Да Вот следуя теории Нам как раз Вот И надо посмотреть Внимательно Где же там Идет у нас Присвоение Прибавочной стоимости Но Если мы возьмем Они же все публичные Крупные эти предприятия Публичные Публичная отчетность Мы можем взять Вот сейчас У всех вышли отчеты За 17-й год Например За прошлый Да Берем Отчет предприятия Большущий документ Там 350 страниц Ну так Начнешь просматривать Цифр много конечно Ну что во-первых Узнаем Ну вот 27 130 человек Среднесписочная численность Да Средняя зарплата 56 600 Причем тоже выросла На 8% За год То есть Казалось бы В году все выигрыши Да Ну потом Начинаются Такие вопросы Например 8 человек Состоят там Членами правления И они за год Получили 1 миллиард 200 миллионов На 8 То есть они В месяц Получили Каждый По 12 Миллионов Рублей То есть это Зарплата 220 металлургов Каждый из них получил Вот талантливые люди Способные Такие Но опять же Это только Доходы Это распределение Это не выявляет Сущности эксплуатации А сущность эксплуатации Можем выявить Так Вот Есть у предприятия Выручка Она составила За год 412 миллиардов Рублей Вот в терминах Маркса Это вот Есть стоимость Этой продукции А Как мы можем понять Может это Произвольная цифра Кто-то Подороже Продаст Кто-то Подешевле Но Дело в том Что стоимость Продукции Вот эта вот Которая выражена Уже в деньгах Это Выражение Стоимости Которая определяется Общественно Необходимым Трудом А В данном случае Это что такое А в данном случае Это вообще Мировые условия Производства Потому что Больше половины Продукции Продается За границей Предприятие Никакое не Монополистическое Там 17 Только по Объемам Выплавки Стали В мире Крупное Да Но не первое И не единственное Потом Больше половины Не больше Ну половина Стали вообще Мировой В Китае Выплавляется То есть Предприятие Действует на Мировом рынке И работает По условиям Мировой экономики То есть Мы Вот эту Выручку Можем считать Эта Стоимость Произведенная Стоимость Продукции А дальше Если мы возьмем Из этого Отчета Один документ Который Называется Отчет о финансовых Результатах Дальше Идет так Вот есть Выручка 412 миллиардов А есть Следующий пункт Себестоимость 300 миллиардов А себестоимость Включает в себя Затраты на материалы На амортизацию И На оплату труда Соответственно Из выручки Вычитаем Себестоимость 112 миллиардов Вот это Как раз таки Она названа Валовой Прибылью Но В терминах Маркса Это уже будет Прибавочная Стоимость То есть Это Выручка За вычетом Переменного И постоянного Капитала Потраченного На производство Этой продукции 112 миллиардов При этом На оплату Труда Потрачено 28 миллиардов Это Зарплата Плюс Социальные Взносы То есть Даже Тридцепроцентные Взносы Учтены Что имеем Делим Вот эту Валовую Прибыль На Значит Затраты На труд 112 На 28 Получаем 4 То есть Мы получаем Норму Прибалочной Стоимости 400 Что она Нам говорит Что Каждый Работник Из этих Даже Представим Что они Все Производительно Работают Эти 27 130 Человек Работает За себя И еще За четверых Точно Таких С такой Зарплатой Со всеми Взносами Обеспечивает Да Вот это Вот норма Прибалочной Стоимости Ее можно Выразить В рабочем Времени Например В день Это значит Он На себя Работает На свою Зарплату 1 час 1 час 36 минут И 6 часов 24 Минуты Это В 2017 Году Так Отработали Они 6 часов 24 минуты В день Он На Предприятие В неделю Один День Получается На себя 1 пенсионер Невозможно Экономика Не справится Господа Дорогие У нас Один Металлург Может Обеспечить Помимо Своей Зарплаты Со всеми Отчислениями Может Обеспечить Вот Получается 24 пенсионера С Пенсии 14 тысяч А 14 тысяч Это заявлено Это будет Вот Самая Повышенная Пенсия Такая Хорошая В 2018 Году Вот У нас Один Металлург Да 24 пенсионера Может Обеспечить Тот Вопрос Не 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 в том Что у нас Мало Работающих А в том Что вы Господа Эти деньги Не можете Собрать Они у вас Уходят Они у вас Уходят Там В прибыли Куда угодно Но только Не в пенсионный фонд Получается Это Значит Новолипецкий Металлургический Комбинат Ну Северсталь Господин Мордашов То же Самое Вот Возьмем Выручку Валовую Прибыль 98 Миллиардов За год Прошлый Значит 25 Миллиардов Потрачено На заработную Плату Норма Прибавочной Стоимости 392 Процента Похожая Картина Ну Поскромнее Значит Прибыль Ушла В чистую В чистую Прибыль Поскромнее Тут В себя Вели Только По 4 Миллиона 900 Тысяч Получили Члены Правления В месяц А есть Вот У нас Например Еще Один Товарищ В этом Списке Миллиардеров Господин Потарин Да Норильский Никель 77 991 Работник Среднеспечной Численность Крупное Предприятие Даже Заявлено Что Зарплата 104 Тысячи Рублей Средняя Хотя Я этой цифре Не очень верю Я Родом Из того Города Где Стоит Один Из комбинатов Там Считается Что 50 тысяч Это Очень Хорошая Зарплата У Металургов Ну Ладно 104 тысячи Говорим Так Вот Опять Валовая Прибыль 260 Да Это Средняя Зарплата Ну Да Тут Уже Не Угадаешь Как Они Посчитали Значит На труп Потратили 49 миллиардов Да Опять же Так вот Получается В Норильском Никеле 545 Процентов Норма Прибавочной Стоимость То есть Один Там Человек За шестерых Работает За Шестерых За себя Еще За Пять С половиной Людей Да За Час Пятнадцать Он В день Отрабатывает Получается Свою Зарплату 6 часов 45 минут Работает На Предприятии Да Так же Понедельничек Поработал 6 часов А дальше Всю неделю Уже В карман Предприятия Так Опять же Вот Вопрос Предлагается Им Давайте Пенсионный Возраст Повысим На 5 лет То есть Мужчин возьмем Да Там В основном Металлурги Мужчины Это Что Означает Это Означает Что Вот При Такой Норме Прибавочной Стоимости Когда Человек Работает За Шестерых Он Еще Если 6 Лет Проработает Вот В ценах В ценах 2017 Года 5 лет Если Проработает Так Он Получается Должен Просто Отдать Чистой Стоимости На 17,2 Миллиона Вот Каждый Работник Просто Вот Этим Решением Еще 5 лет Поработать При Таких Условиях Просто Должен Подарить Не знаю По Меркам Санкт-Петербурга Хорошую Трехкомнатную Квартиру Мы говорили В советское Время Трудящимся Выдавали Квартиры А сейчас Наоборот Получается Предлагают Забрать По Квартире Если Бо Правительство Объявило Давайте Мы У всех Возьмем По Трехкомнатной Квартире Наверное Давайте Побольше Еще Поработаем Не очень Что-то Возмущается Товарищи Рабочие Причем Почему Это важно Смотреть На эту Валовую Прибыль Потому что Действительно Дальше Уже Когда Идет Вычисление Чистой Прибыли Там Вычитаются Расходы Какие Управленческие Коммерческие То есть Это те Расходы Которые Товарищи Собственники Получили Эту прибыль Теперь им надо Ее реализовать То есть Вот эта Прибавочная Стоимость Она Появляется Еще до Продажи Она уже В руках В их руках Им теперь Ее надо Реализовать А как Они Реализуют Вот Например В Норильском Никеле Реализовали Так Что В управленческие Расходы Записаны Например На 13 человек Членов Правления 5 миллиардов Рублей 13 человек Выплатили Себе За год 5 миллиардов Рублей То есть По 32 миллиона В месяц Они себе Выплатили Это они считают Нормальные Управленческие Расходы Ну А есть Тут вообще Какая-то Граница Сколько Можно Выкачать Из этого Ну Границ Естественно Нет Например По статистике США Они За 2016 Год Взяли Статистику По 500 Крупнейшим Предприятиям США И Посмотрели Вот эту Разницу Тоже Сколько Насколько Средняя Зарплата Работника Отличается От Зарплаты Топ-менеджеров Получилось 37 тысяч Средняя 37 тысяч Долларов В год Средняя Зарплата Этих Фирм В США Это 2016 Год Не так Давно И 13,1 Миллиона Ежегодная Компенсация Топ-менеджмента Средняя Получилось 347 раз Разница Ну Вот У нас В норильском Никеле Практически Догнали Америку По этому Показателю То есть Да Товарищи Я заканчиваю Значит Еще раз Об актуальности Хочется Сказать Что Если Там Где У нас Идет Борьба Работников За Улучшение Своего Положения Значит Теория Маркса Это Главное Орудие Получается И тогда На такие Вопросы Что А можем Ли мы Поднять Зарплату В два раза А можем Ли мы Сократить Рабочее Время Если Вам Говорят Что А у нас Тогда Мы Разоримся Да Никуда Вы не Разоритесь Потому Что Процент Затрат На Оплату Труда Он На Крупных Промышленных Подприятиях 10-15% Соответственно Поднимите Вы Зарплату Вот В Пять раз Да в два раза Ну Начнем В два раза Вот Что Получится Вот у Северстали Например Чистая Рентабельность 30% То есть Это Это уже Все Это то Что получили Акционеры То есть 30% Да Они Конечно Не понесут В банк Под 6% Да 30% Чистая Рентабельность Увеличьте Зарплату В два раза Да То есть Не 25 Миллиардов Потратьте А 50 Миллиардов Чистая Рентабельность Упадет Только До 24% Все равно Очень Хорошая Рентабельность Поднимите Вот Уже Даже С Этой Увеличенной Зарплатой Сократите Рабочий День На Два Дня На Два Часа Это Значит Ну Фактически Если Привлечь Дополнительных Работников Значит На Четверть Еще Увеличить Ну Рентабельность Упадет Чистая Рентабельность До 21% Это Тоже Прекрасный Показатель Убой Уже 10-11% Убой Ну Да Здесь Сверхприбыли То есть Сверхприбыли С одной Стороны Сверхэксплуатация С другой Поэтому Конечно Же Единственное Единственный Способ Преодолеть Эту Ситуацию Это Бороться А Орудие В этой Борбе Теория Макса Спасибо Большое Спасибо За прекрасный Доклад